Здравствуйте, дорогие семиклассники! Сегодня мы с вами вновь отправимся в центр исследования причастия. В ходе нашего сегодняшнего исследования ответим с вами на следующие вопросы. Первое. Как образуются краткие страдательные причастия и в чем их отличие от полных форм? Второе. Какие грамматические, синтаксические и стилистические признаки кратких причастий? Третье. Каково значение книги в жизни человека? Четвертое. Что собой представляет высший военный орден за заслуги Великой Отечественной войне? Пятое. Каково значение слова пандус и в каких случаях говорят «Наш пострел везде поспел»? Начинаем мы с вами с традиционной рубрики «Слово дня». И сегодняшнее наше слово – пандус. Что же такое пандус? Внимание на экран. Это пологий подъем, дорожка для въезда, заменяющая лестницу для передвижения инвалидных и детских колясок, перемещение грузов на тележках. Давайте приведем пример предложения с этим словом. К входным дверям вели пологие пандусы. Приведем синонимы. Синонимами будут слова «площадка», «платформа», «помост». Книга – это самое быстролетное из творений, созданных человеческим умом, человеческими руками. Хорошая книга – это неиссякаемый сосуд, заполненный человеческими мыслями, знаниями, чувствами. Хорошая книга – это дверь, раскрывающаяся перед тобой и впускающая тебя в какой-то новый, пусть и не очень большой, каждый раз уголок жизни. Эти слова принадлежат известному детскому писателю Льву Абрамовичу Кассилю, незаслуженно подзабытому в наше время. Его замечательные книги можно найти на книжных полках библиотек. Рекомендую вам прочитать его повесть «Дорогие мои мальчишки», посвященную памяти тоже известного писателя Аркадию Петровичу Гайдару. И рассказывающую о жизни детей маленького приволжского городка во время Великой Отечественной войны. А сейчас давайте вернемся к нашему тексту. Подумайте и скажите, о чем этот текст? Внимание на экран! Автор говорит о том, как велико значение книги в жизни человека. Подумайте, есть ли в этом тексте причастие? Да, есть! Найдите их, пожалуйста, в тексте и выпишите. Проверьте. Созданных творений, заполненный сосуд, раскрывающаяся дверь, выпускающая дверь. А сейчас распределите эти слова в две группы. Одна группа – действительные причастия, вторая – страдательные. И определите их вид, время, род и число. Проверьте. Действительные причастия, раскрывающиеся, выпускающие. Раскрывающиеся – несовершенный вид, настоящее время, женский род, единственное число. Выпускающие – несовершенный вид, настоящее время, женский род, единственное число. Сегодня мы с вами будем исследовать только страдательные причастия. Почему? Потому что у них есть одна особенность, которая отличает их от действительных причастий. Какая особенность? Страдательные причастия, по-моему, получили свое название еще и потому, что их можно укоротить. То есть образовать от них краткую форму. А как вы думаете, от какой части речи причастие страдательного унаследовало такую особенность? Конечно же, от прилагательного, от своей близкой родни. А от всех ли прилагательных можно образовать краткую форму? Нет, конечно же, не от всех, а только от качественных. Также не и не от всех причастий мы можем образовать краткую форму, а только от страдательных. Вспомните, как вы образовывали краткий прилагательный? Бралась полная форма качественного прилагательного. Например, прилагательное «добрый». Чтобы образовать краткую форму, нужно отсечь окончание. И у вас получалось «добр». В женском роде «добра», в мужском роде «добр». Например, «ко мне». В среднем роде, например, «это дело добра». Во множественном числе «добры». Аналогично образуется и краткая форма страдательного причастия. А теперь образуем от полных страдательных причастий из текста краткую форму. Автором создан. Книга создана. Творение создано. Творение создано. Дневник заполнен. Таблица заполнена. Личное дело заполнено. Журналы заполнены. Итак, первый результат нашего исследования. Страдательные причастия могут иметь как полную, так и краткую форму. Действительные причастия имеют только полную форму. Предлагаю закрепить наш результат упражнением из нового учебника. Объедините в пары слова из первого ряда и второго. Итак, все внимание на экран. Проверьте. Организованный – организован. Построенный – построен. Согнутый – согнут. Вымытый – вымыт. Какое слово осталось у нас без пары? Это слово «читающий», так как это действительное причастие. Звук. Сейчас тебе запасом пять секунд раньше. Об этом говорят два самостоятельных предложения. Во втором случае автор тоже дает Орден Победа. Высший военный орден. А учрежденный в 1943 году дополнительная информация. Такая же речевая ситуация и во втором, и третьем предложениях. Послушайте. Круг в середине звезды покрыт голубой эмалью. В центре его изображена кремлевская стена с мавзолеем и спасской башней. А как вы думаете, изменяется ли страдательное причастие по числам? Давайте проанализируем наше причастие. Внимание на экран. В единственном числе Он создан. Она создана. Оно создано. Во множественном числе созданы. Обратите внимание на постановку ударения. Страдательные причастия в краткой форме изменяются по числам, в единственном числе еще по родам. Также по падежам краткие формы причастий не изменяются. Краткие причастия мужского рода имеют нулевое окончание. Это третий результат нашего исследования. А сейчас пришло время для апробации теоретических результатов. Сегодня вы узнаете о высшей награде, учрежденной в годы Великой Отечественной войны. Это Орден Победы. Его вручали только высшему командному составу Красной Армии или военачальникам союзных войск. Я буду читать текст, а вам на слух предстоит определить, где краткие страдательные причастия и записать их в тетрадь. Готовы? Итак, слушаем. Орден Победы. Высший военный орден. Он был учрежден в 1943 году, когда до Победы было еще далеко. Орден представляет собой выпуклую пятиконечную звезду, по краям которой закреплены бриллианты. Круг в середине звезды покрыт голубой эмалью. В центре его изображена Кремлевская стена с мавзолеем и Спасской башней. Эти изображения сделаны из золота, а над ними помещена надпись СССР, выполненная белой эмалью. Круг с изображениями окаймлен лавровой и дубовой ветвями. В нижней части круга написано белыми эмалевыми буквами Победа. За время Великой Отечественной войны этим орденом было награждено 19 человек. Орден Победы за номером 1 был вручен маршалу Советского Союза Георгию Жукову. А теперь сравните свою запись с моей. Учрежден, закреплены, покрыт, изображена, сделаны, помещена, окаймлен, написано, награждено, вручен. Давайте рассмотрим текст. Каким членом предложения являются краткие причастия? Сказуемыми. На что еще вы обратили внимание? Некоторые краткие причастия для указания на прошедшее время сочетаются с глаголом-связкой «быть». Для описания прошедшего и будущего времени краткое причастие в предложении может сочетаться с глаголом-связкой «быть». Например, «был учрежден», «будет награждено». В предложении краткое причастие является сказуемым. Это четвертый результат нашего исследования. Обратили ли вы внимание, уважаемые исследователи, как я менял удаление в причастиях в зависимости от формы рода? Какой на этот раз мы можем сделать вывод? Давайте проверим ваше предположение. Внимание на экран. Во многих кратких страдательных причастиях, как и в именах прилагательных, стоящих в форме мужского среднего рода и во множественном числе, ударение стоит на основе. О форме женского рода на окончании «а». Это пятый результат нашего исследования. Мы незаслуженно забыли о полных страдательных причастиях. Как же изменяется предложение, если в них использовать полную форму? Давайте посмотрим. Внимание на экран. Орден Победа – высший военный орден. Он был учрежден в 1943 году, когда до победы было еще далеко. Орден Победа – высший военный орден, учрежденный в 1943 году, когда до победы было еще далеко. Что изменилось? Структура предложений, знаки препинания, форма причастия, но главное – коммуникативная задача. В первом случае автор ставит задачу обратить наше внимание на оба факта, что это высший военный орден и что он учрежден в 1943 году, когда до победы было еще далеко. Об этом говорят два самостоятельных предложения. Во втором случае автор тоже дает два факта, но основная в нем – орден Победа – высший военный орден. А учрежденный в 1943 году – дополнительная информация. Такая же речевая ситуация и во втором и третьем предложениях. Послушайте. Круг в середине звезды покрыт голубой эмалью. В центре его изображена кремлевская стена с мавзолеем и спасской башней. В центре круга, покрытого в середине голубой эмалью, изображена кремлевская стена с мавзолеем и спасской башней. Или же орден представляет собой выпуклую пятиконечную звезду, по краям бриллиантами. Не случайно лингвисты назвали сказуемое главным членом предложения, а определение – второстепенным. Это дополнительная информация, которую даже можно опустить при кратком пересказе. Результат этого наблюдения – выбор формы причастия зависит от коммуникативной задачи и от владения автором правилами пунктуации. А сейчас я предлагаю закрепить знания, полученные сегодня на уроке и выполнить тест. Все внимание на экран. Первое. Краткую форму в современном русском литературном языке имеют как действительные, так и страдательные причастия. Второе. Выберите краткие страдательные причастия. Третье. Выберите предложение, в котором сказуемое выражено краткой формой страдательного причастия. Четвертое. Какими словами следует дополнить предложение? Краткие страдательные причастия изменяются по… Проверьте. Итак, пришло время подвести итоги нашего исследования. Что сегодня мы с вами выяснили? Давайте сделаем выводы. Внимание на экран. Страдательные причастия могут иметь как полную, так и краткую форму. Действительные причастия имеют только полную форму. В суффиксах кратких страдательных причастей пишется одна «н». Полные и краткие причастия изменяются по числам, а в единственном числе еще и по родам. В отличие от полных, краткие причастия по падежам не изменяются. Для описания прошедшего и будущего времени краткое причастие в предложении может сочетаться с глаголом связкой «быть». В форме мужского, среднего рода и во множественном числе ударение стоит на основе, а в форме женского на окончании «а». Краткая форма причастия чаще служит предложением сказуемым, а полное – определением. Выбор формы причастия зависит от коммуникативной задачи и владения автором правилами пунктуации. А сейчас прочитайте утверждение и выберите то, которое на ваш взгляд соответствует вашему пониманию сегодняшней темы. На полях в тетради напишите соответствующую букву «А», «Б» или «В». Внимание на экран. Ну а теперь запишите домашнее задание. Те, кто записали букву «А», выполняют упражнение 103 из нового учебника авторов Людмилы Михайловны Брюсенко и Татьяны Алексеевны Матохиной. Кто написал букву «Б», выпишите из произведений художественной литературы пять предложений с причастными оборотами, в которых причастие употреблено в краткой форме. Выделите их графически. Те, кто написали букву «В», образуйте краткую форму причастий от слов «начатый», «поставленный», «открытый», «колышимый». И составьте с ними словосочетание. Перед тем, как закончить наш сегодняшний урок, обратимся к традиционной и любимой рубрике «Тайны русского языка». И сегодня у нас с вами пословица «Наш пострел везде поспел». Это пословица о проворном, ловком, любознательном человеке, который за ограниченное время успевает сделать все дела. Так говорят также и о том, кто раньше других первый узнает последние новости и события. Чаще всего пословица используется в положительном смысле, с легким оттенком юмора. Иногда слово «пострел» применяется к ребенку или подростку, который вопреки своему юному возрасту или благодаря ему, обгоняет взрослых и раньше их успевает сделать какое-нибудь важное дело – побывать во всех новых местах. Про него еще говорят, что он держит ухо востро и что у него дело в руках горит. Обычно такой человек не дает себя в обиду, ему все ни почем, его ничто не берет, не останавливает никакие трудности или препятствия на достижение поставленной цели. Ну а на сегодня наш урок подошел к концу. Я вам всем желаю удачи, успехов, а сам спешу читать комментарии в нашем сообществе. До встречи на уроках русского языка.